Николаевич сидит тут, хлебец рубает в натуре, бля. Ты чё, бля, быкуешь? Не пыли пехотам в натуре. Николаевич, никто не заберётся по контролям, бродяга. Ты леди какой, приблотнённый. Здравствуйте. Все разговоры записываются. Алло? Да. Алло? Слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Мух Дмитрий Павлович. Компания WebZime, МКК Академическое. Вы идёте запись разговора. Евгений Геннадьевич, готовы? Да, Дмитрий, слушаю. Дорогой дневник. Хорошо. Звонок поступает в связи с просроченной задолженностью. 10 дней назад должны были оплатить долг. На сегодня сумма долга 42 518 рублей 13 копеек. В чём причина неоплаты, Евгений Геннадьевич? Ай, ты не понял. Зачем спрашиваешь? Ну, с целью возврата просроченной задолженности. Выясняю ваше финансовое положение на данный момент. А зачем ты? Зачем именно ты это делаешь? Ты хочешь вернуть за меня, правильно? Я не очень хорошо. А, да, да, да. Евгений Геннадьевич, давайте с вами не будем нервничать. С вами так больше раз. Если ты сам себя об этом просишь, то, пожалуйста, я не нервничаю. Ты что, дорогой? Евгений Геннадьевич, давайте конструктивно вести диалог. Давай-давай. Что такое конструктивный, по-твоему, диалог? Когда поступит оплата, Евгений Геннадьевич? Прости, пожалуйста. Давай определимся. Конструктивный диалог будем с тобой вести, как ты сказал. Скажи, пожалуйста, что, по-твоему, есть конструктивный диалог между двумя мужчинами? Позволю опередить тебя с ответом. Это выражение собственного мнения и возможность дать собеседнику выразить свое мнение. Что тебе не так? Почему ты считаешь, что я сейчас не выражаю собственное мнение? Я, по-моему, выражаю собственное мнение. Я вам так сказал, Евгений Геннадьевич? Ну, ты говоришь, давайте вести конструктивный диалог, тем самым, я так подозреваю, тебе не нравится то, что я говорю. А я, на самом деле, веду конструктивный диалог. Евгений Геннадьевич, ну, не отходите от темы, не отходите от темы. А кто тему? А тему давай обозначим тему. Давай мы должны с тобой обозначить тему, чтобы мы могли ориентироваться, отошел кто-то от темы или не отошел. Если ты будешь пытаться со мной говорить в параллель, то мы с тобой не сможем налодить конструктивного диалога. Хорошо. Тема разговора «Возврат по рассроченной задолженности». Кто ее определил? Кто ее согласовал? Кто с ней согласился с этой темой? Ты. Я, Евгений Геннадьевич. А я-то не согласился, поэтому давай ты где-нибудь потом, сегодня, без меня будешь разговаривать на эту тему. Мне эта тема не интересна. И кто такой, давай, до свидания. Понятно, Евгений Геннадьевич. Ну, требования скоро озвучиваем по 22 марта. То есть завтра необходимо... Я же тебе сказал, эта тема мне не интересна. Поэтому давай, выключайся и поворачивайся в зеркало, можешь еще куда-нибудь повернуться. Там коллеги у тебя есть, им наверняка интересно. Разговаривай сколько хочешь. Интересно, неинтересно. Интересно, нравится, не нравится. Это ваше. Это ваше обязательство. Ой, зачем ты так говоришь? Слушай, ты какой-то как педераст себя ведешь. Зачем ты? Ты же... Или ты педераст и есть? А зачем вы рукаете, Евгений Геннадьевич? Почему это литература? Зачем вы рукаете? Где? В каком месте? Ты оскорбился, что ли? Нет. За больное зацепил я тебя? Оскорбился, Евгений Геннадьевич. Обидно. Обидно на самом деле. Обидно. А что ты как девочка? Слушай, так говорить нельзя. Ты же мужчина. А коль ты не педераст, то ты мужчина. Я обиделся, говорит. Ну ты же слушай, так девочки говорят. Так даже мальчики, юноши не позволяют себе говорить. Сколько тебе лет? До свидания. До свидания, Евгений Геннадьевич. Обиделся, правда, что? Ну ты только не плачь. Косички, косички свои заплетай. Ай, какой несчастный еще. Типа мужчина. Здравствуйте, Алексей Игоревич. Да, здоровенько. Кто ты такой? Меня зовут Ислаб Голубин Ферсулан Ильдизович, отдел взыскания банка Тинькофф. Алексей Игоревич, дело в том, что по вашей кредитной карте имеется нарушение за должность 26 тысяч 400 рублей. Требования банка оплатить за должность сегодня до конца дня. Сегодня оплата поступит? Что-то категорично как-то так, а голос у тебя нежный, категоричности ты не научился демонстрировать. Не хочу я оплачивать. Тебя послушал, были мысли, конечно, думаю, надо, но ты позвонил, и я думаю, наверное, надо. В ваших интересах как можно скорее пройти за должность, чтобы... А иначе что произойдет? Выпортить свой кредитный стойку. Ой, какой караул. Я, насколько знаю, насколько знаком законодательствам, то есть достаточно просто допустить одну просрочку, и уже информация... Ну, банк вообще обязан каждые три дня информацию обновлять в Бюро кредитных историй. Так что уже, как говорится, дело дряни уже куда хуже-то. Я думал, что-то серьезнее. Что такое кредитная история? Нет, ну ты что, думаешь, у меня только в одном Тинькове, что ли, такая история? Кредитная история испорчена. Чего ты несешь? Тише будь, пургой тут не метит, и ты что мне? По себе-то не суди. Мы можем подождать оплаты до 23 марта. Да, ну пизди-ка ты, гвозди-ка. Вы можете подождать столько, сколько я захочу. Притом при всем бесконечном можете ждать. Вот просто пиздеть вот так вот в трубку. Это ваше. Это ваше все. В соответствии с условиями договора, а не тогда, когда вам... Нет у меня с Тиньковым никакого договора. Оферта только есть и все. Договора нет. И просьба вернуться к общепринятым... Чего тебе не нравится-то? Чего тебе не нравится? Или у меня действительно, по-твоему, есть договор из кредитной? Оферта же или что? Ты считаешь, что я обманываю, что ли, или что? Оферта и все, анкета еще есть. Договора нет никакого. Так вот договор-то он составит из нескольких частей. Да не, вот я тебе сказал. Вот это вот... Ты прежде чем что-то говори, ты вот задумайся. Кроме тебя это кто-нибудь еще говорил? И ответ давал, кроме меня? Очень много людей на это отвечали. Если хочешь ты сказать, что анкета, заявление и оферта являются составными неотъемлемыми частями договора, то раз так, то должно быть целое. Коль они части, должно быть целое. Не задумывался? Это же просто. Где договор? Где договор? Документы заглавленные, кредитный договор. Нет, ты сказал, что это составные части. А документа, заглавленного, кредитный договор я не видел, в руках не держал. У вас его тоже нет. Поэтому ссылаться на кредитный договор, говорить, что согласно кредитному договору, ты не имеешь никакой возможности. Потому что это неправда. Это искажение наших правовых взаимоотношений. Дело в том, что подписав заявление, анкету, вы дали свое согласие на обслуживание по условиям. Ну и тогда я говорил, есть анкета. А дальше вот эту поргу мети, что на основании анкеты человек должен. Я в этой жизни анкет заполнил, блядь, вагон и маленькую тележку. Что же я теперь должен всем, что ли? Вот когда пиздишь вот эту ересь, блядь, ты берешь на основании кредитного договора и тут же съезжаешь, когда тебе нечего сказать. Хуёво тебя учили, и ты учился хуёво. Алексей Геевич, просьба вернуться к общепринятой манере общения. Это и есть та самая общепринятая манера общения с сотрудниками и не только Тинькова, а со всеми сотрудниками вот этих отдела попрошаек, Каламаса, ПКМ, представители Каламаса. Это общепринятая манера общения. И ты это знаешь, кстати говоря. Потому что с тобой, как правило, именно так и общаются. А кто еще не так общается, скоро начнут тоже так общаться. Таких людей все больше. Нет, нет, Алексей Геевич. Что нет, нет? Накажи, что нет, нет. Сколько раз за твою рабочую несчастную смену тебя нахуй посылают? Вот сколько раз. Я сегодня пошлю тебя в любом случае нахуй. Это какой по счету я буду? Так, Алексей, если вы не готовы конструктивно продолжить диалог, Нет, ты ответь, это ты не готов. Я смотри, я поддерживаю диалог в общепринятом формате, как ты попросил, да? Попросил вернуться, я никуда не уходил. Вообще принятый формат. Вот сколько раз тебя за смену нахуй посылают? Вот ты вот гнусявишь, гнусявишь, пытаешься что-то делать, требования выставляешь, в моих интересах сообщаешь, говоришь про кредитный договор, тебе в ответ какие-то тезисы, как говорится, на грудь выкладывают, а ты с ними справиться не можешь? Какую-то хуйню заучимую, блядь, методички своей. Что ты такаешь, что ты можешь с этим сделать? Вот ответь просто на вопрос. Ты сегодня впервые пойдешь нахуй или уже ходил? Я еще раз задам вопрос. Нахуя? Ты не ответил на мой вопрос, не имеешь права задавать свой. Тогда я с вами... Тогда ты пошел, да? Ну все, вот здесь молодец. Здесь молодец. А ты пока уходи, подождем следующее к действию, а ты давай. Посмотри, тебя нахуй послают, а ты всего доброго сейчас мне скажешь. Я тебе говорю, иди нахуй, а ты мне в ответ что? Давай, тебе положено так сказать. Ты что, попробуй только не скажи. Давай, говори. Не сказал, молча ушел. А какая разница? Алло. О, да, да, да. Здравствуйте. Компания «Извивы деньги», АОМФК, СФП, меня зовут Мартынов, Андрей Алексеевич, диалог записывается. Алексей Александрович? Салави. Да, Андрей Алексеевич. Не слышу, верно? Да, Андрей Алексеевич, я вас слушаю, верно. Отлично. За должность у вас 27 150 рублей оплатно намеренно производить? Нет, конечно. По какой причине? Ах, тебя ебать не должно. Какая разница? Ну, надо что-то написать, придумайте от себя что-нибудь. Взяли денежные средства. Ой, да ладно, воспитателя надо выключить. Сказал нет, и все. Что? Воспитателя надо выключить. Выключить воспитателя. То есть не надо меня пытаться воспитывать. Да, как угодно. Причину сами придумывайте, там вы фантазеры те еще. Я понял. Вы понимаете, что компании вправе обратиться за судебным приказом? Ну, 126 ГПК РФ. Ну, понимаете, вы понимаете, что кроме вот таких идиотов, как вы, в основном люди нормальные соображают. И гражданские кодексы ГПК РФ читать умеют. Судебный приказ уже, ну, боятся его такие, как вы только могут, или думать, что его надо бояться. Ну, есть 128-я, 129-я ГПК РФ. И что? Во, понимаю. Получается, что понимаю, да? Понимаю. А вы понимаете, господа малохольные? Понимаете. Здравствуйте. Приветик, девушка, кто вы? Компания Диколек. Меня зовут Еремина Екатерина Сергеевна. Ведется запись разговора. Звонок поступает по поручению компании Манимен. Андрей Сергеевич, могу услышать? По поручению компании Манимен. А что Манимен сами перестали звонить? Не понял. Что еще раз плохого слышно? А что Манимен перестали звонить? Так хорошо, мило общались? Потому что теперь обзон будем совершать мы. Андрей Сергеевич, с вами разговариваю. Что это они мне не сообщили? Я даже не знаю, кто вы такие. Андрей Сергеевич, подтвердите свою личность. Информацию до вас доведу. Ну да, это я же сказал. А что за информация у вас? Дата рождения назовите, пожалуйста. Это еще что вы? Кто такие? Я вас не знаю. Знаете, есть мир хороший такой. На ютюбе такой. Дед с бородой в доме. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ожидайте следующих звонков. Всего доброго. Все равно так и скажу. По-моему, так дядька с бородой такой. Вы кто такие? Обзвон теперь будем мы совершать. Какой ужас, блядь. Трудовое право. Юристы а-ля помогут вам решить вопрос в досудебном порядке путем взаимодействия с работодателем, а также с органами государственной власти по решению индивидуальных и групповых трудовых споров. Если вам необходима помощь по озвученным направлениям, то можете бесплатно проконсультироваться по телефону. Алло. О-ло. Салут. Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы подготовили для вас важное сообщение. Пожалуйста, ожидайте соединения с оператором. Слушаю вас. Компания Барфинанса, специальность Вущенкова Светлана Ивановна, ведется запись разговора. Евгений Русланович... Да, я уже сказал. Я думал, человек живой. Мы являемся законными представителями вашего кредитора Белка Кредит. Работаем с 9 февраля по агентскому договору. Содолжность 11 тысяч, 40 рублей, 83 дня просочки. Займ был оформлен 23 сентября. Вся информация в личном кабинете. Какая информация? Какая информация? Вы говорите, вся информация есть в личном кабинете. Какая информация? В личном кабинете содержится информация относительно долга, способа оплаты, наши контакты. А еще есть раздел решения? Ваши контакты? А что за личный кабинет? Белка Кредит личный кабинет, вы имеете в виду? А у вас теперь два личных кабинета. Есть под МБА Финансы личный кабинет? Нет, у меня тут МБА Финансы. Я и не заводил никогда личного кабинета МБА Финансы. Взрываете? Да, ну, вирусы какие-нибудь нахватаются в компьютер. Компьютер может вирусы нахватать. Зачем? Я буду куда-то ходить. А кто компьютер? Это с телефона доходят все. Все? Телефон нахватается вирусов. Что тогда делать? Все заходят. А я вот с компьютера. Что с компьютера нельзя в ваш личный кабинет зайти? Или что? В наш личный кабинет можно зайти с любого гаджета. Нужно только подключение к интернету. Ну, я и говорю, я не хочу интернет. Потом какая-то МБА Финансы в жизни не слышал ничего подобного. Вирусов каких-то нахватаете. А что, где, как вы в Белка Кредит личном кабинете? Что, должна быть тоже информация о вас? Дайте посмотрю. Сейчас, подождите минуточку. А где смотреть? Что-то нет ничего. Я же не знаю, что вы там смотрите. Ну, я в Белка Кредит личный кабинет зашел. У меня там одна страничка. И все. И нет ничего. А где смотреть про вас? В ваш личный кабинет только вы можете зайти. Я могу в личный кабинет зайти. Ну, а получается, ну, нет о вас информации. Зачем вы взяли, что я должен вам поверить, что это вы? Пускай тогда мне Белка Кредит, я это самое... Вы свяжитесь с ними, коль у вас... Вы действуете на законном основании, как вы сказали. Свяжитесь с ними, сказали. Скажите, пускай я вам в письмо отправьте ему, а он с вами разговаривает. Даже перебивайте. Я вам направлю коллекторов домой. Кого направите вы? Я с вами лично. Коллекторов? О, очень хорошо. Другое дело. Вот это другое дело. Приедут с документами, с доверенностью, покажут мне договор, я посмотрю, потом будете звонить и разговаривать будем. Коллекторов? А что коллекторы? Хорошо, я с вами... Все, да, давайте, давайте так и договоримся. Хорошо? Когда ждать-то? В проживании. Что? Я фиксирую. Так, адрес не предоставлено. Да вы простите, девушка, Светлана Ивановна, вы чего вы отчитываетесь? Не нужно, вы не нужно отчитываться. Давайте, мы с вами договорились, я жду от вас коллектора. Апитный номер телефона не предоставляет. Значит, я фиксирую отказ от оплаты по причине... Где, в каком месте я отказался, от чего? Когда я это сделал? Это служебный подлог, душа моя, Светлана Ивановна. Воля ваша, вы чего сочиняете на ходу? Где я отказался? Я просто не знаю, кто вы такие, с вами обсуждать не хочу ничего. Другой разговор. Давайте дальше. А долг увеличивается каждый день. Продавайте имущество, сдавайте в ломбард. О, вы сейчас закон нарушаете, же скачем. Прямо же скачем нарушаете закон. Прямо это я могу сейчас вам сообщить, что я, наверное, жалобу в Федеральную службу судебных приставов на вас составлю. И долг оплатить. Ладно, вы согласны? Пока жду коллекторов. Вы там отправляете их пока что? Пока они вернутся из дальнего эротического путешествия, вы сразу их ко мне. Пока они остыли и дорогу помнят. Я их быстренько разверну на 180 градусов в привычном для них направлении. А что человек сказал? Да ничего, он согласился с ее доводами. То есть она говорит, что она сделает. Человек говорит ей в ответ, окей, я согласен. И что мы понимаем? Да мы понимаем, что МБА Финансы и им подобные конторы Полная охуета! Рассчитаны только на дураков. И дураки есть. В первую очередь те, которые там работают. А во вторую те, которые ведутся на них. И хотя бы минуту своего времени их воспринимают всерьез. И даже полминуты. Две минуты это вообще уже не лечится, если их воспринимать всерьез. Поэтому, ребят, те, кто не относится к этим идиотам, а нормальные, здравомыслящие люди. Если вы не подписались, а по статистике наш канал смотрит процентов 40 неподписанных. Подпишитесь, переподпишитесь, проверьте, снимите подписку и опять подпишитесь. Потому что сейчас на ютюбе такой творится трэш. Вообще непонятно и что, и как. Лайки, комментарии, делитесь. Пускай как можно больше людей узнает. Пускай там МБА Финансы за дня в день все хуже и хуже будет. И вот эти вот ненормальные особи, пускай все чаще и чаще ходят в том самом направлении, в котором их судьба. Знайте, о каком направлении я говорю. Ну да ладно. На таком эмоциональном уровне мы обычно не заканчиваем ролики. Да и зачем, так как они не заслуживают наших эмоций, а вот таких вот эмоций. Скорее всего им гораздо больнее, когда мы демонстрируем им полное осознание того, что нас вообще не волнуют их жалкие потуги в сторону здравомыслящих людей. Друзья, если вам нужна юридическая защита, если у вас действительно есть какие-то проблемы с вашими кредиторами, да, заявляю однозначно и без вариантов. На коллекторов не обращайте никакого внимания. Но все остальное, это как раз таки та самая ситуация, с которой нужно работать. Не просто по телефону посылать, хотя и это тоже не помешает, но помимо этого нужно быть готовым к решительным действиям с их стороны. Кто-то думает, что заявление о выпуске судебного приказа это решительное действие. Но нет, это смешное действие, если оно осуществлено в сторону здравомыслящего, грамотного более или менее юридически подкованного человека. Но бывает так, что даже коллекторы, поверьте, и те подают в суд. На дурака. Последнее время EOS, так называемый, повадился и на наших, в том числе клиентов, подавать в суд. Я делал даже небольшой обзор. У нас вот по субботам выпуски выходят про коллекторов. И не один. Недавно был обзор, плейлист «Что делать, если» в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит надо мной. И там, в том числе, про коллекторов очень много. Кто они и почему на них не нужно обращать внимание. И вот EOS сейчас не только судебными приказами ограничивается, но и в суды подают. И вы знаете, друзья, если ничего не делать, то судья, так как судья разбирается по существу заявленных требований, если ответчик будет молчать, он просто встанет на сторону коллектора. При том, при всем, судья – это непродажный человек какой-то. Он просто не имеет права эмоции подключать. Он может понимать, что человека сейчас обманывают. Но есть иск. И нет возражений. Что? Судья вынужден вынести определение по существу заявленных требований. Встать на сторону истца. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал. А лучше, если вы думаете, что что-то нужно делать, а сами либо по какой-то причине не можете, не хотите, не хватает времени, устали, боитесь. Ничего страшного. Все это можно решить. Оставьте заявочку на бесплатную консультацию. В описании этого любого другого ролика есть ссылочка на форму для оставления заявки на бесплатную консультацию. Также есть ссылочки на все наши ресурсы ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок. Да-да, в наше время Инстаграм работает. ТикТок пока приостановил, нельзя загружать ролики. Но там достаточно много информации на ТикТоке. Также, значит, как я уже сказал, Яндекс.Дзен еще будет. Ну, в общем, где только можно нас найти, мы там будем. Мы там есть, точнее так. Ну и YouTube вроде дышит еще. Надеемся, что будет продолжать дышать. Так или иначе, основной ресурс это YouTube. Ну и все остальные, чтобы не потеряться, я вам уже сообщил. До свидания. Не теряемся на связи. Нашла газа на камень, Идет война на память, Лен. Нашла газа на камень, Идет война на память, Лен. Нашла газа на камень, Идет война на память, Лен. Нашла газа на камень, Идет война на память, Лен.